Смотрите программы регионального канала НТК ежедневно по всей ЕАО на 9-й кнопке ОТР. Теперь нас смотрит вся область. Каждый дом. Каждая семья. Смотрите продолжение в следующей серии. Каждая семья. Он чуть не попадает прямо в девятку, а! Помните, обгон – это не игра. Чтобы дорога была длиною в жизнь, не спешите обгонять. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите выпуски. В первую очередь мы привили наше социальное учреждение. Сегодня в области, к сожалению, распространяются разные слухи, в том числе от того, что у нашей области есть летальный исход. Это всё фейк. Я вам подтверждаю, что такого не имеет места быть. И вакцинация на сегодняшний день идёт без каких-либо серьёзных осложнений. В ЕО первый компонент вакцины получили уже более 13 тысяч человек. Примерно 40% из них – пациенты старше 65 лет. Вакцинация очень необходима, поскольку она вырабатывает иммунитет. И если даже человек заболеет, он проболеет не в тяжёлой форме, а в лёгкой. Вот я, например, поставила две прививки. После первой прививки мне было не очень хорошо. Вторая прививка прошла безболезненно, всё хорошо и всё замечательно. Одними из первых в ЕО вакцину от коронавируса получили подопечные стационарных соцучреждений – более 760 человек. Однократное повышение температуры было у троих до 37,3. В одном случае до 37,5. Учё в двух случаях однократно в день вакцинации. Больше никаких осложнений нет. Люди себя чувствуют прекрасно. Самое главное, что они уверены теперь уже за себя, за своё здоровье, за своё состояние. И это позволило нам выйти из сложного режима изоляции. Во время встречи серебряные волонтёры задавали представителям правительства ЕО все интересующие их вопросы по вакцинации, по работе прививочных кабинетов, по анализам на антитела. Совместная работа по активации прививочной кампании будет продолжена. Алёна Шот, Богдан Патрин, Новости 21. Затопленные дворовые территории и отсутствие освещения на опасных участках жилой зоны по улице Широкая стало причиной для встречи жителей, работников мэрии, представителей ДРСК и депутата законодательного собрания ЕО Елизаветы Славиной, которая и выступила с инициативой собрания. Вопрос освещения участка дороги и тротуара от конечной остановки автобуса до жилых домов по улице Широкая поднимался с конца прошлого года. Дети идут в школу в полной темноте, да и машинам ориентироваться непросто. По словам депутата ЗАГС Собрания, частичного решения проблемы удалось добиться только сейчас. Получено от ДРСК согласование на проведение двух объектов освещения на территории от остановки до Широкой 4, корпус 4. По крайней мере, эта дорожка будет уже освещена. Два фонаря, которые должны появиться в сентябре, только начало, уверяют работники мэрии и ДРСК. В следующем году к ним прибавится еще два, что должно решить вопрос неосвещенной дороги полностью. Еще одна немаловажная проблема – затапливаемые придомовые территории по улице Широкая 6 и Широкая 4. Каждый ливень превращает дворы в моря. Как результат, разрушены асфальт и глубокие ямы. Под неоднократным обращением жителей и депутата эту проблему вызвалось решить управление ЖКХ мэрии областного центра. Сейчас начинаем собирать всю документацию по посадке устройства дренажного колодца. В первую очередь, эти держатели согласовываем. Потом будем на территории, чтобы муниципальная была. Мы могли, чтобы не было нам прокуратура не сказала, не целевое. Все это оформляем и будем строить у вас здесь в этом году дренажный колодец. Мэрия приступит к работам в течение месяца после согласования всех необходимых документов. По заверениям работников муниципалитета, колодец появится на Широкой 6 до начала наступления сезона дождей. В планах на этот год утверждение места и согласование документации по установке поглотителей по адресу Широкая 4. Процесс на личном контроле держит депутат законодательного собрания Елизавета Славина. Вячеслав Пасманик, Денис Листюхин, Новости 21. Профилактическую акцию «Предупрежден, значит вооружен» продолжают проводить полицейские совместно с волонтерами Биробиджанской гимназии номер один. В ходе мероприятия сотрудники МВД и волонтеры на улицах города объясняли жителям, как не попасться в руки мошенников по телефону и в интернете. Полицейские проводили беседы о проблеме мошенничества и давали рекомендации, как защитить себя от преступников. Каждому прохожему выдали информационную листовку с инструкцией о том, как не попасть на уловки мошенников. Жители областного центра задавали правоохранителям вопросы, как поступить, когда неизвестные по телефону пытаются обмануть. Не следует принимать поспешных решений, всегда проверять любую полученную информацию от неизвестных и незамедлительно сообщать о подобных фактах в полицию, поясняли участники профилактической акции. Анастасия Цупа, Новости 21. Дополнительный пункт вакцинации от COVID-19 открылся в здании областного многофункционального центра. В специально обустроенном кабинете на первом этаже сделать прививку может любой желающий, в том числе и заявители, граждане, пришедшие решить вопросы по оформлению каких-либо документов. Кабинет работает в будни с 10 до 18 часов, перерыв с 14.30 до 15.00. В четверг прививку можно сделать и до 20 часов. Чтобы к нам попасть на прививку, необходимо при себе иметь паспорт, полис и СНИЛС. Есть ряд категорий граждан, у которых нет полиса. Мы их также принимаем при наличии паспорта и СНИЛС. Обращение есть, люди узнают, люди подходят, интересуются. Отметим, что это уже 35-й такой пункт в регионе. По последним данным правительства ЕО, вакцинацию прошли более 12 тысяч человек. Из них почти 9700 уже получили оба компонента – гам-ковид-вак или эпивак-корона. Алена Шот, Богдан Патрин, Новости 21. 27 мая – Общероссийский день библиотек. Дата выбрана не случайно, ведь именно в этот день, в 1795 году, была основана первая государственная библиотека России. В честь праздника в Центре детской и юношеской книги города Биробиджан состоялась встреча коллег-библиотекарей. Уважаемый коллектив, сотрудники, работники, ветераны, конечно же, читатели, от имени поручения губернатора Еврейской автономной области Рослава Штачер-Больштейна я горчо и сердечно поздравляю вас с этим замечательным событием. Сегодня библиотека – это не просто пункт выдачи литературы. В областном центре уже открыто два учреждения нового типа – модельной библиотеки, где можно заняться любимым хобби, отдохнуть в уютной атмосфере и стать участником клуба по интересам. Там же имеется доступ к базе национальной электронной библиотеки, где хранятся более пяти миллионов изданий. Библиотекарь сегодня должен знать и компьютер, он должен быть и программистом в какой-то части, он должен быть и сценаристом, и режиссером. И поэтому, конечно, сегодня в библиотеки приходят люди работать. Здесь печатная литература выходит за рамки бумажного формата и страницы оживают. В учреждении можно найти не только обычные книги, но и издания с дополненной реальностью и звуковым сопровождением. Была приобретена новая комфортная мебель, было приобретено компьютерное оборудование, как для посетителей, так и для читателей. Было приобретено в каждую библиотеку около двух с половиной тысяч экземпляров новой литературы. Это и книги и для детей, и для подростков, и для школьников. Это и обыкновенные книги, книги-игрушки, книги-пазлы. Концертную программу посвятили в том числе и юбилею библиотеки. Со дня создания учреждения «Центральная городская библиотека» и ее филиалы прошло 45 лет. Работники со стажем отмечают, число постоянных посетителей в последнее время растет. И не только за счет учащейся молодежи. Анастасия Цупа, Богдан Патрин, Денис Листюхин. Новости 21. Об особенностях поступления в Преамурский госуниверситет имени Шалом Алейхима в нынешнем году говорили сегодня на Авторадио. Ответственный секретарь приемной комиссии университета Ольга Гололобова сообщила, что приемная комиссия стартует 19 июня. Прием документов от поступающих по испытаниям вуза заканчивается 15 июля. Для поступающих только по ЕГЭ 29 июля. В вузе в этом году на высшее образование, научную форму обучения выделено 165 бюджетных мест. Ребята могут выбрать по своей душе любое направление и поступить на бюджет. Я считаю, что любой ребенок имеет огромный шанс именно поступления на бюджетное место. В этом году абитуриенты имеют хороший шанс поступить на престижные направления подготовки. По 25 мест в каждой выделено в группах экономика и управления, а также информатика и вычислительная техника. 60 мест на направление педагогики, на журналистику 16, на дизайн 15 мест. Отметим, что и на программы среднего профессионального образования, по которым также работает вуз, выделено 105 мест. Это программирование, эксплуатация электрооборудования, моделирование швейных изделий. Открылись в вузе и новые специальности. На высшем образовании техносферная безопасность, на среднем специальном – коррекционная педагогика. На эти две специальности можно поступать только на договорной основе. В этом году пока нет на них бюджетных мест. Это новые специальности для нашего вуза. И думаю, ребятам будет интересно на них поступить, потому что техносферная безопасность – такая перспективная, интересная специальность. Это в различных сферах. Это и МЧС, это и природоохранная, это и водоканал, то есть везде. Есть изменения в этом году и по вступительным испытаниям. Абитуриентам станет полегче. Ну, например, возьмем ту же самую техносферную безопасность. Там установлено три вступительных испытания. Русский язык и математика – это обязательные вступительные испытания. А вот третье вступительное испытание, оно идет на выбор абитуриенту из трех предметов. Например, абитуриент может выбрать либо физику, либо химию, либо информатику. То есть уже расширяется. Если вдруг ребенок не сдал физику, а сдал химию, да, хотел поступить куда-то в другой вуз, пожалуйста, он уже может прийти сюда. Кстати, в этом году, как и раньше, документы можно подать только в пять вузов. Но зато в самом вузе можно выбрать и до десяти направлений подготовки. Ответственный секретарь приемной комиссии Преамурского государственного также рассказала о стопроцентном обеспечении и студентов, и абитуриентов комфортными общежитиями, разъяснила новшества в процедуре зачисления и убедительно пригласила поступать. Все подробности на сайте университета и в записи эфира на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Павел Славин, Кирилл Богаченко. Новости 21. Получить удаленный доступ к госуслугам и принять участие в предварительном голосовании стало намного удобнее. Специалисты многофункциональных центров помогут гражданам зарегистрироваться на сайте pg.er.ru через портал госуслуги. Для этого в МФЦ имеются необходимые компьютеры и точки доступа в интернет. Ими можно воспользоваться бесплатно. Если что-то не получается у избирателя, можно обратиться в любой офис МФЦ на территории Еврейской автономной области. И специалисты МФЦ помогут пройти до этапа, пока избиратель не поставит свою галочку, для того, чтобы это действительно было конфиденциально и никто не видел, как голосует избиратель. И в этом плане специалисты МФЦ 100% помогут всем желающим. Напомним, онлайн-голосование по отбору будущих кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму и областной парламент стартовало 24 мая. Отдать свой голос могут жители, которые прошли регистрацию на портале партии. Завершится предварительное голосование 30 мая. Алена Шот, Богдан Патрин. Новости 21. Самбери дарит друзьям полмиллиона рублей! Соверши покупку! Зарегистрируй купон! И выиграй подарки от Самбери и Проктор энд Гэмбл в прямом эфире в инстаграмме Самбери ДВ. Самбери. Дружим 16 лет! Строительные материалы. Профнастил. Металлопрокат. На базе МТС. Наш адрес переулок МТС-20. Напротив торгового центра «Великан». За подробностями звони 79 070. Абсолютно новая коллекция солнцезащитных очков. В салоне «Оптика-сервис». Создай свой новый образ с «Оптикой-сервис». Биржа-сосе 2-й километр, 17-B. Телефон 701-90. Что подарить близкому, если он плохо слышит? Хороший слух – лучший подарок. Запишитесь на бесплатную консультацию к специалистам по телефону. 730. Каждому нужен хороший диван. Чтоб нравился ей и нравился вам. Роскошная спальня тоже нужна. Без большого стола совсем никуда. К переезду в ваш дом наша мебель готова. Приходите за ней к нам снова и снова. Мебельный салон «Татьяна». Пионерская, 52. База строительных материалов на Школьной, 11. Все виды утеплителей. Пенопласт, экструдированный пенополистирол, базальтовый утеплитель. Реальное тепло. Служба доставки роллов «Дракон» – это более 50 видов роллов. А еще лапша с курицей и морепродуктами. Сырные палочки, креветка в кляре и чахан. «Дракон», закажи домой. Номер помни для порядка – 9777-9. Самбери дарит радость в свой день рождения. Пепси, меринда и Севенап со скидкой 36% за 89,99. Макароны щебекинские со скидкой 29% за 39,99. Больше товаров со скидками в инстаграме «Самбери ДВ». Гони по полной на велопробег. На велопробег в это воскресенье 30 мая в 12 часов на стадионе «Дружба» соберутся все любители двухколесного спорта. Заезд в день защиты детей, конкурсы, подарки и отличное настроение. Еще раз 30 мая, воскресенье, 12 часов, стадион «Дружба». Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok